Вечер добрый! Передо мной находится станок ADEMS GMT Он предназначен для заточки щипчиков В принципе его можно адаптировать еще и для заточки мелькьюрных ножниц Но сейчас мы поговорим про заточку именно щипчиков То есть как мы все знаем основные моменты в заточке щипчиков Это нужно сформировать угол резания Он задается двумя параметрами Это выработка по внутренней поверхности То есть я имею ввиду заточка и соответственно формирование фазов Для того чтобы нам сформировать внутреннюю поверхность Мы закрепляем их в держатель Который здесь специально сделан таким образом Чтобы можно было ручки в суставах разводить Вот здесь есть несколько этапов регулировки Точнее здесь есть ход вправо-влево Вверх-вниз подача А углы наклона опять же влево-вправо И соответственно поворот на 360 градусов Для того чтобы нам осуществить настройку Мы заводим их вперед Фиксируем, чтобы нам это не мешало Здесь есть такое светящееся окошечко Которое нам позволяет смотреть прижим относительно круга Будем это делать после того как выберем зерно Здесь моторчик с кругами револьверного типа То есть мы выбираем круги Именно из зерно, которое нам необходимо В данном случае 125 на 100 Соответственно мы зажимаем их в центре Все у нас прекрасно вытянута Включаем станок И ставим ротежку внутреннюю поверхность Можно осуществить нижнюю поверхность Можно осуществить нижнюю поверхность И осуществить подачу вперед-навяк Если необходимо Можно его зафиксировать и осуществить подачу только слева направо По просвету я вижу, что плоскость будет формирована достаточным образом Можно в принципе остановить его, опустить и посмотреть Внутреннюю поверхность сформировали Вот она идеально ровненькая С выходом на режущую кромку Сейчас мы сделаем то же самое зеркально Соответственно переведя в другое положение манипулятор После того как мы сформировали две внутренние поверхности То есть имеется ввиду левую и правую Мы идем, соответственно приступаем к формированию фасы То есть для этого нам нужно манипулятор перевернуть на 180 градусов Уставчик зажимаем при полном смыкании Посильнее, чтобы у нас ничего не вылетело И также, соответственно, расслабляем некоторые держатели И начинаем осуществлять необходимый нам прижим к кругу Сформировать фаску Один из самых сложных элементов после внутренней поверхности Включаем станочек Формируем фаску Как донтисты Покупательным движением Чтобы не было пригода Можно также ослабить нужное стоп и сделать продольное движение Так мы минимализируем прижог металла Все, фаску мы сформировали Теперь нам необходимо сформировать именно толщину фасок по щечкам Для того, чтобы это сделать, мы опять возвращаемся к обратной части нашего держателя Также зажимаем щепочки в этот держатель Можно, кстати, поменять круг Выбрать более, ну, например, электрокорубь Сделать минимальное тоже зернышко Вот Здесь нам необходимо Отсуществить подачу к кругу таким образом Чтобы нам, соответственно, сохранить тоже толщину щечки Вставляем Вставляем Режим Вставляем На Нижний световой Элемент Да Мы это все выбрали Выставили Мы можем приступить к формированию толщины самой фаски sort Затем Опять же, с протяжкой Здесь можно учитывать Такой факт, опять же, технику безопасности, чтобы не сдернуть сам инструмент в кругу, потому что можно тогда повредить носик, возвращая его назад. И, кстати, после каждого прижима или какого-то времени работы мы довольно контролируем, что мы сотворили. В данном случае мы сделали пастики очень тоненькими для того, чтобы наши прекрасные мастера маникюра остались довольны.